Если и прогуливать уроки, то только изучая самые масштабные стройки в регионе под руководством губернатора. Саша Пухов и Миша Чифранов учатся в 36-й школе. Попасть на огромную территорию единственного в мире комплекса по серийному производству плавучих заводов с другими старшеклассниками, студентами и активистами удалось благодаря проекту «Разговоры о важном». Тебя приводят на все это производство, ты смотришь на это все изнутри и поражаешься всем масштабом. На самом деле хотел до этого стать учителем, но смотря на все это, хочется передумать и пойти работать сюда. Я увидел производственную всю область, кардинально отличается от самого Мурманска. Ребята узнали не только о деталях создания СПГ-заводов на Новотеке, но и о перспективах развития перегрузки угля в строящемся на западном берегу порту. Масштабно выглядит и стройка лавны. После смотровой площадки ребят пригласили на строящийся причал. Здесь установлены уже практически все сваи. Всего их будет 830. Кстати, первую партию угля планируют принять уже в этом декабре. Строительство угольного терминала, углублений и причальной стены выполнено на 60%. Когда работа завершат, трудиться здесь будут 900 человек. А пока параллельно создают и железнодорожную ветку, связывающую лавну с выходным. Для этого сейчас через реку Тулома прокладывают мост. Пролеты для него собирают здесь же. Все стройплощадки входят в территорию опережающего развития столицы Арктики. 12 мая особая экономическая зона отмечает трехлетие. Один из резидентов – терминал «Ударник». Здесь строят автоматизированный холодильный комплекс. Он вместит 120 тысяч тонн замороженной рыбопродукции. Это будет один из крупнейших комплексов Мурманской области и самый современный. Проект обеспечит порядка 67 рабочих мест. Их уже мечтают занять участники профориентационного тура. Наши учащиеся, наши дети – это главные центры восприятия того, что происходит. И очень важно, чтобы у них была информация, чтобы у них была объективная информация для принятия решения по своему будущему. На объектах с нетерпением будут ожидать инженеров, сварщиков, крановщиков, механиков и других специалистов. А чтобы привлечь на эти места ребят, с нового учебного года просветительские туры будут проводить еще чаще. Евгения Гречуха, Павел Третьяков, ТВ21+.